Субтитры делал DimaTorzok В общем, что я хочу сказать. Мы в этой психушке. Здесь все очень плохо. То есть реально за нами гоняются какие-то непонятные существа. Там на улице стоят броневики, спецназы и, похоже, все спецназеры, которые сюда, собственно, вошли, их голову на полочках мы успели пронаблюдать. Короче, только что. И это, по-моему, не очень хорошо. В фойе все забито трупами. Я не понимаю, что тут происходит. Я, честно говоря, на месте этого... Репортеры сейчас бы просто бился головой об стену ввиду собственной глупости. Потому что не надо было сюда идти. Это было очевидно с самого начала. Еще наверху там было понятно, что это все плохо кончится. Так, ладно. Зато у нас есть камера, в которой нужно использовать батарейки. Так, вот это вот спецназовец, похоже, потому что, видите, у него... Вон что. Может, по рации с кем-то смогу выйти на связь? Похоже, нет. Так, окей. Давайте потихоньку тогда все исследовать. Когда нас вынесло в окно, непонятный дяденька нас взял за шею и скинул сюда. Когда, придя в себя, мы обнаружили какого-то мужчину, который говорил, что мы апостол и тому подобную ересь. Не знаю. Я думаю, со всем этим мы разберемся чуть позже. Пока что эта игра мне очень нравится своим внешним видом. Но не нравится тем, что мать-перемать в ней происходит. Это же, по-моему, ненормально. Мужчина, вы там как? Вроде мертвый. Это мне уже показалось. Мне не нравится только вот это вот размазывание при поворотах. Это... Не очень. Ну, это можно отключить, конечно. Так. Хорошо. Охраны нет. Кругом лужи крови. Эм. Блин. А я наступил мне. Отлично. Что происходит? Почему он так тяжело дышит? Я чего-то не понимаю? Так, хорошо, давайте почитаем. Это у нас заметки, похоже. Я внутри. Я внутри. Повсюду трупы, крови. Кровь, ожоги. С потолка свисают мертвые ученые. Голую в ряд словно бутылки в баре. Судя по бейджам, все из исследовательского отдела мерков. Подставная шарашка мерков, помогавшая им зарабатывать якобы на благотворительных проектах. Пусть третий мир подыхает, лишь бы еще пару миллиардов отхватить. Интересно, как они собирались выкачивать деньги из этой дыры и полный психов. А этот оперативник. Они же его только что, как свинью, навертел насадили. Велел мне убираться нахрен отсюда и кони двинул. Жаль, я его не слышал, пока еще мог выйти все тем же путем, по которому пришел. Тихо, что происходит? Вы знаете, для меня это, по-моему, самое лучшее место в игре. Потому что здесь темно и есть уверенность, что меня не увидят. Хотя, не особо, конечно, такая твердая уверенность. Что-то есть подозрение, что по этим следам меня тоже... Охренеть, это что вообще такое? Может, не стоит сюда идти? Сюда определенно не стоит идти, ну нафиг. Давайте лучше сходим в другую сторону. Что-то как-то слишком даже страшно. Я что-то слышу. Проклейм Де Геспа, что ли? Не совсем понятно. Отлично. Так, сядем поудобнее. А то что-то как-то совсем дискомфортно стало. Эта дверь не открывается. А парень там у нас сидит вроде, да? Ну и пусть себе сидит. Лифт. Охренеть. Я передумал все. Вниз я тоже не пойду определенно. Так, это первый этаж. Здесь у нас комната охраны, электрика, библиотека, комната отдыха, кафетерия. Чёрт. Спокойно. Ты посмотри же, всё в кровище. Свидетель. У свидетеля ничего вроде нет. Я ненавижу туалеты. А в этой игре, похоже, это будет моя главная вообще боязнь. О, это что такое? Это части тел, что ли? Офигеть. Весь пол в кровище. Охренеть. Из-за чего? Его горло вскрыли. Мда. Материала тут, конечно, хватит. Офонареть просто. Какая пакость это. Это ненормальная игра. Столько жести в одном месте, по-моему, даже. Даже в Dead Space первым не было. На тот момент у меня в Dead Space, конечно, было страшно. Так. Хорошо. Что слева, что справа. Всё не очень так приятно. Ну, пойдём сюда, что ли? Может, это оружие будет какое-нибудь. Отнють. А там кто-то по трубе стучит, по-моему, что ли? Что ты несёшь вообще? Так, это комната отдыха, похоже. Давайте-ка мы дверь поднимем пока. Так, я думаю, поспокойнее будет. И посмотрим. Возможно, здесь мы сможем найти что-то хорошее. Охренеть. Его просто сломали, как куплу трепишную. Так, окей. Это у нас заметки. Нет. Это не заметки. Документы. Так, уважаемые господа. Тема непосредственной экспертизы проекта Вальдрайдер. Полный отчёт находится на рассмотрении немедленных действий со стороны корпорации. Мерков не требуется. Потенциально прибыль проекта Леврайдер остаётся чрезвычайно высокой. Четыре несчастных случая содержат достаточно противоречивых данных, затрудняющих любое судебное разбирательство. На случай должного обращения с свидетельствами, делающими его невозможным. Так, короче говоря, ладно. Сейчас мне не особо охота всё это читать. Лучше на паузе, потому что реально страшно, что кто-нибудь подберётся с пятки и укусят. Так, подожди. Чё там получилось? Я не перелистнул. Да, вот так вот. Окей, вроде как больше ничего, да? Не знаю, такое ощущение вообще, что просто реально это всё произошло где-то минут за 20. А вот эти психи взяли под контроль всю лечебницу. Потом приехал, наверное, спецназ, и в итоге получилось то, что мы имеем на данный момент. То есть мы очень вовремя, прям вот тютелька в тютельку приехали. Ну, вроде как больше пока что мы тут ничего не наблюдаем, да? Да я бы сюда и сёрну не пошёл. Слишком, по-моему, тут стрёмно. Хорошо, пойдём в ту сторону. Я вообще не хочу идти туда, где там этот псих сидит на кушетке, но... Блин, куда ж мне надеваться-то? Это у парня, похоже, не особо любят меня. Замечательно вообще, по-моему. Мигающие лампы и товарищ, который сидит... ...на инвалидном кресле. Что может быть приятней. Так, хорошо, и всё-таки пойдём в эту сторону теперь. У меня сразу вообще без сомнений в том, что это реально очень плохая идея. Давайте мы сначала растопчемся маленько, чтобы следы кровавого не оставлять, чтобы, если что, можно было как-то спрятаться, что ли. Не знаю. Уважаемый. Там как, Эл? Чё он вообще такое? Мне хана. Спокойно. Спокойно. Не поворачивайся к нему спиной. Охренеть. Господа, спокойно, пожалуйста. Он тут, по-моему, самый жуткий. Пипец вообще. Овощи сидят кучкой и пялятся в пустой экран. Выглядят как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло. Но, похоже, на чердаке у них совсем пусто. Возможно. Мне от этого не легче, потому что это реально, по-моему, очень, очень страшно. Я не знаю. Надо просто проваливать отсюда. Жесть. Жесть, как она и есть. Капец. У него башки нет, что ли? Башка на месте. Туман еще поднялся. Просто беда. Крови-то натекло. Так, ну карточку мы сейчас возьмем. И будем в полицейские туда. Ну, то есть комнату охраны лезть, что ли? Так, а как у нас тут, где отображаются собранные предметы? А, все. Понял. Ребзя, спокойно. Не, парни, похоже, реально у них все мозги там высушены уже. Шоковая терапия и тому подобное. Особо буйные были. Ну, ладно. Меня это устраивает. По крайней мере, они пытаются напасть на меня. Ой, твой мой! Нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Нет, 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 нет! Нет, нет! Ой, бля, хомука! Ой! Сволочи! Вы знаете, похоже, в чем главная фишка этой игры? В том, что они полчаса сначала будут натягивать вас как пружину просто. И при этом ничего не будет происходить. А потом, как только вы расслабитесь... Ох, бля, хомуха! Второй раз меня успели поймать. Это, блин, ну как вообще? Я в такое количество хорроров переиграл. И вроде бы все их приемы ужимки уже должен понимать. Издали видеть. Нет же, нет. Так, хорошо. Пока что вроде понятно, что делать, а что у нас вон там? Ох, ладно. Никто вроде не пытается меня убить. Остальное не так уж и важно. Еще корреспонденции в офисы, но сюда мы попасть не можем. Подожди, а может тут что? Что-то я как-то, как обычно, слона не приметил. Так, новые документы. Ордер на арест имущества. Корпорации мерков. Так, относительные аресты имущества. Письменные задания под присягой. Так, нарожение окружающей среды. Избежно. Считаем показания. Так, так, так. Ага. В общем, у этой конторы, судя по словам, все не очень-то и хорошо было, да? Ну, то есть, сравнительно не очень хорошо. По сравнению с тем, что, собственно, сейчас происходит. Это все так. Детские шалости. Может, мы вниз сходить еще. Ну, хорошо, пойдем сюда. Так, ну ты, по крайней мере, без кровищи. Вполне возможно... Они лгали. Так, хорошо, давайте посмотрим, что тут вообще есть. Ух ты! Это полезно. Ладно, давайте. Открыть главную дверь, нажмите левой кнопкой мыши. И сейчас мы, наконец, похоже, сможем выбраться отсюда, да? Этот мужик. Твою мать. Я не знаю, я на автомате. И я слышу, там кто-то идет, по-моему. Ой-ой-ой. Офигеть. Ой-ой-ой, твою мать. Ты посмотри на его размеры. Это же... Тот сам мужик, который скинул нас с второго даже. Он... Че? Нет, нет, уходи нафиг. А если бы я в тот спрятался? Да уходи нафиг, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ваша мать. Отлично вообще. Ну что, давайте на этом, наверное, завершим. И увидимся в следующей серии. Я думаю, это прекрасный момент такой, мотивирующий двигаться дальше. Что я пока хочу сказать? По-моему, это очень крутой хоррор. Я не знаю, лучше ли это хоррор за последнее время. Но, скорее всего, да. Но просто в ближайшее время, как вы понимаете, еще Амнезия вторая выходит. Насчет которой вообще никаких сомнений, что она будет дико страшной. Но Outlast, блин, что-то как-то совершенно вообще просто дико нравится. Но при этом настолько я не пугался уже, наверное, очень-очень давно. Единственное, наверное, исключение, это скримеры, которые были там во всяких примитивных индюшках. Но здесь это при том еще сделано на очень хорошем профессиональном уровне. Так что, не знаю, игре реально очень-очень уважуха. Так что увидимся. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok